В Чувашии за последние две недели сразу несколько человек были госпитализированы с последствиями змеиных укусов. Сейчас они находятся на стационарном лечении в больнице скорой медицинской помощи Чебоксар. С пациентами и врачами пообщались мои коллеги Оксана Замятина и Вадим Владимиров. Владимир Вечеркин из Мариинско-Пасадского района рассказывает. Отправился на велосипеде за вениками. Как и положено при выходе в лес, надел высокие сапоги и плотную одежду. Однако баню в этот вечер пришлось отложить. Около одной из берез на пенсионера напала ядовитая змея. Смотрю, ягоды на земле, клубника. Начал собирать палец. Вот это место стукнуло прямо. Резко, очень больный был удар. Как двумя иголками, сразу двойной. Вот так шел и все. Даже не успел я заглянуть. Я думаю, это кодюга, конечно. Отек, кровоизлияние, в том числе внутренних органов, посинение укушенной части тела. С симптомами отравления змеиным ядом в больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах в этом году поступило уже 11 жителей республики. На три человека больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сейчас в стенах медучреждения помощь оказывают четырем пациентам. Их состояние средней степени тяжести. Чаще всего из таких районов, как Марпасадский, Ядринский район, Аллатрский или Паритский. Возможно, это связано с местными их там условиями. Змеи любят теплое, влажное место около водоемов. Часто встречается при сборе в последнее время, люди к нам, которые поступали, при сборе ягод случайно. В России водится 11 видов ядовитых змей. Из них в Чувашии наиболее часто встречаются гадюки. Распознать их можно по серой окраске с серебристым узором. Длина может доходить до метра. Обычно змеи кусают, если их потревожить. Вместе укуса две рамки обычно. И она туда впрыскивает яд. Смертельная доза яда считается где-то 40 миллиграмм сухого вещества. Но, как правило, змея полностью весь свой яд из своих ядовитых зубов не может выпустить. И поэтому частично, если попадет большая доза, то возможен и смертельный исход. Очень опасны укусы змей у детей, потому что у них более чувствительная сосудистая система. Врачи призывают жителей республики соблюдать меры осторожности при выходе в лес и поле. Надевать плотную одежду, чтобы открытых участков кожи было меньше. А если змея все же укусила, следует сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Госпитализация нужна в любом случае, отмечают медики. Лечение от отравления змеиным ядом в среднем занимает от 7 до 11 дней. В случае, если пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии, процесс выздоровления может затянуться на месяц. Оксана Замятина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.